Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Развитие зон отдыха – одно из важнейших направлений работы руководства муниципалитета и области. По одной территории в год и дальше будем развивать. 1 сентября в Дрожжино появятся сразу две новые школы. Действительно, учебное заведение будет очень комфортным, поскольку он расположен в центре микрорайона и доступ со всех жилых корпусов. В жару на улицах города раздают воду. Я очень люблю лето. И замечательно, что заботятся о населении и раздают воду. Это прекрасно. В своем недавнем выступлении губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал большой акцент на создании зоны отдыха в муниципалитетах региона. В нашем округе в последние годы городские парки активно развиваются. Этой теме посвятил свою встречу с жителями глава Алексей Спасский. На встречу с главой Ленинского городского округа Алексеем Спасским в парке Опаренке собрались представители Общественного совета видновских парков, спортсмены и активные жители. Основным вопросом стало обсуждение текущего благоустройства той части территории, которая расположена между проспектом Ленинского комсомола и шестым микрорайоном. «Востребована очень история, особенно лесопарки, и губернатор очень большое внимание этому уделяет, и не просто уделяет, но он и требовательно спрашивает, и одновременно выделяет денежные средства на то, что происходило. Вы знаете, что у нас сейчас еще одна территория благоустраивается за достаточно приличные деньги, много дискуссий, много встреч было». Директор видновских парков Моисей Шамаилов рассказал о том, как проходят масштабные работы, и представил собравшимся проект благоустройства. «Строительство идет полным ходом. Объект планируется сдать в этом году». «Спортивные площадки будут, детские площадки будут, модуль, большой модуль, вот он, где кафе и прокат, и комната матери и ребенка. Выход на ПЛК у нас есть». Затем перед собравшимися выступил председатель общественного совета парков Анатолий Дорожкин. Он выразил пожелание создать здесь дополнительные прогулочные зоны и места отдыха вдоль лыжероллерной трассы, чтобы спортсмены и прогуливающиеся жители не мешали друг другу. «Концепция предусматривает трехкилометровую пешеходную зону, чтобы люди, которые занимаются менее активным отдыхом, могли спокойно отдыхать». Востребованность зон отдыха растет вместе с количеством жителей округа. Участники встречи пообщались с главой и смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся обновления парков. «Пошагово, вот как пример приводили, что тот парк, в котором мы сейчас находимся, он был сделан в 2021 году. Вот сейчас в 2023 мы добавляем там чуть больше 20 миллионов для того, чтобы развить, усовершенствовать по одной территории в год и дальше будем развивать». Подобные встречи продолжатся, чтобы держать общественность в курсе планов руководства муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. 1 сентября в Дрожжино появятся сразу две новые школы. Сейчас рабочие прикладывают все усилия, чтобы успеть в срок. Современные общеобразовательные учреждения отличаются масштабностью и интересным наполнением. О ходе строительства расскажет Юлия Пагасьян. Счастье в двойном размере ожидает жители поселка Дрожжино, где 1 сентября появятся новые школы на 820 и 1100 мест. Учебные учреждения уютно расположились по соседству. В одном из объектов уже устанавливают мебель, оборудуют классы и пищеблок. Столовая на 450 мест, спортивные залы, кстати, очень много спортивных залов, гимнастический зал, тренировочный зал, игральный зал. Также существует еще зал хореографии, актовый зал, медпункты, ну и достаточно развитая инфраструктура для школы. На школьном дворе предусмотрено футбольное поле, 5 игровых площадок, теннисные столы, игровой комплекс. А еще место для занятий биологии, где учащиеся смогут выращивать различные растения. Оба образовательных учреждения построены по одному проекту, немного различаются внешне, но точно должны понравиться будущим ученикам – светлые, просторные и современные. Действительно, учебное заведение будет очень комфортным, поскольку он расположен в центре микрорайона и доступ со всех жилых корпусов на данный объект будет беспрепятственный. То есть безопасный, беспрепятственный, со всех сторон окружен бульварами, пешеходными зонами, поэтому он будет очень комфортный и удобный для жителей. Объекты «Свои двери» для учеников распахнут 1 сентября. А всего до конца года в Ленинском городском округе планируют создать 4 школы и 8 детских садов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнар Абалаева. Видно этого. Губернаторская программа «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году. С тех пор сотни сотрудников бюджетных заведений смогли улучшить свои жилищные условия. В этом году шесть работников образовательных учреждений Ленинского округа стали обладателями социальной ипотеки. Среди них учительница 7-й Видновской школы Наталья Степочкина. Пусто в школьных коридорах, но учителя без дела не сидят. Новый учебный год не за горами. А у преподавателя физики 7-й Видновской школы Натальи Степочкиной недавно проявилась еще одна приятная забота. Она стала участницей губернаторской программы «Социальная ипотека». Для того, чтобы получить сертификат, нужно было пройти несколько этапов, в том числе портфолио свое предоставить. Сбор документов – это, знаете, всегда сложная процедура. И иногда опускались руки, но и директор, и администрация поддержали, и все случилось. Суть «Социальной ипотеки» заключается в том, что ее участник платит только проценты по кредиту. Стоимость квартиры за него выплачивает государство. Как оказалось, получение сертификата – это не самый сложный этап был. Самый сложный этап начинается сейчас, когда нужно сделать еще один выбор. И понимаете, что выбор квартиры – это значимое событие, и здесь нужно тоже быть в себе уверенной. Наталья Васильевна работает в Видновской школе номер 7 с 2007 года. И за это время зарекомендовала себя как грамотный, ответственный специалист и всегда готовый прийти на помощь коллега. Она работала и заместителем директора одно время. Она сейчас курирует вопросы одаренных детей, курирует вопросы расписания, курирует вопросы, ну, различные вопросы учебно-воспитательного процесса. Поэтому я в ней очень уверена, она надежный товарищ, друг, коллега. Поэтому я очень рада, что вот такое событие в ее жизни произошло. Сама Наталья признается, что за время каникул уже соскучилась по своему классу. У меня много выпусков было, и с каждым разом дети разные, дети особенные, дети любимые. У нас было много с ними мероприятий, социальных проектов, поездок. Вот, поэтому с удовольствием и с нетерпением жду встречи с ними снова. Сейчас Наталья живет с родителями. Социальная ипотека позволит ей с дочерью переехать в собственное жилье и, как она сама говорит, начать новую жизнь. По программе этой могут участвовать учителя до 45 лет. Мне в этом году 45. И когда я на собеседовании об этом сказала, сидела представитель министерства, женщина уже в возрасте, и она сказала такую фразу, ой, девушка, у вас все только начинается. Всего в нынешнем году шесть работников образовательных учреждений Ленинского округа стали обладателями социальной ипотеки. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Оранжевый уровень опасности в жаркие дни августа инициировал акцию внимания и заботы о горожанах. На центральных площадях и улицах Видного можно было встретить активистов, раздающих бутилированную воду прохожим. Подробнее в сюжете Тамары Абидовой. Прохладная бутилированная артезианская вода в буквальном смысле разлеталась. Глоток живительной влаги под палящими лучами солнца – то же, что и спасательный круг. А протянули руку социальной заботы активисты местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы округа. Акция проходит в несколько этапов. Мы следим активно за температурой воздуха. Акция продолжится. Будем следить за погодой и раздавать как можно чаще воды в центре города и в разных локациях. Радиус внимания – это улица Школьная, Советская площадь и территория, прилегающая к кинотеатру «Искры». Также были охвачены остановочные павильоны. Вода нашла своего потребителя даже в салонах троллейбусов. У нас очень активная молодежь. И молодая гвардия, она доказывает это постоянно. Наша акция, она творит чудеса. Горожане отреагировали улыбкой, благодарностью. Говорили, что очень, кстати, холодная вода сейчас по погоде прекрасно подходит. В рамках акции жителям было предложено более 200 бутылок воды. Я очень люблю лето. И замечательно, что заботятся о населении и раздают воду. Это прекрасно. Очень жарко, очень тяжело. А тут так это неожиданно и очень-очень приятно. И хорошо, что это занимается молодежь. Да. Позаботились видным и об автолюбителях. Жаркий температурный режим в дорожно-транспортной среде ощущается сильнее. Да и ответственности на дорогах больше. Ведь водителю нельзя терять бдительность в любую погоду. Тех, кто за рулем бутилированной водой, обеспечивали сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу. Машина быстро надевается, да? Очень. Черная. Черная. Поэтому вот мы хотим, чтобы немножко охватилось. Спасибо большое. Спасибо большое. Большое благодарен. Спасибо за культуру. Будьте аккуратны и не запивайте. Спасибо за внимание. Вот вам водичка. Спасибо. Милышу своему давайте водичку попить. Хочешь? Спасибо огромное. Ну все. Будьте внимательными. Аккуратно за рулем. Спасибо. При высоких градусах по Цельсию инспекторы рекомендовали автомобилистам быть внимательными во время продолжительной поездки. Следить за самочувствием, соблюдать скоростной режим, дистанцию и все меры безопасности. Стражи правопорядка призывали также не оставлять без присмотра в салоне транспортного средства детей и домашних животных. Подобные акции продлятся до наступления комфортных температурных показателей. Тамара Абидова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В Усть-Лобинске Краснодарского края завершилось первенство России по мотоболу 2023 года среди юниоров. Команда «Металлург» в очередной раз доказала – видновские спортсмены лучшие в стране. Молодежный состав обыграл противников своей возрастной группы и завоевал первое место. В полуфинале «Металлург-2» встретился с хозяевами поля командой «Кубань». Обыграв ее со счетом 2-0, видновчане вышли в финал, где победу одержали над Славой и Станицей Кущевской. Все-таки это юноши, недочетов все очень много. Процесс совершенствования, он бесконечен. И, конечно, у ребят еще очень много ошибок и технических, и тактических. Работа есть. Пока они еще молодые, я думаю, 2-3 года, чтобы подойти под основной «Металлург». Чтобы уже можно было их выпускать в игры за основной «Металлург». А у основного состава команды «Металлург» ближайшая игра состоится в Видном 26 августа. Встретятся команды с главным противником последних лет – «Ипатовским Колосом». На сегодня это все. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok